Сегодня мы поговорим о запуске нового проекта образовательного, рассчитанного на детей, которые хотят поехать учиться за границей. Мы узнаем, что такое IB, могут ли россияне поступить на программу IB за границей сегодня, как оформить визу, ну и другие интересные вопросы, касающиеся именно образования. Мы решили запустить этот проект после того, как ко мне стали обращаться клиенты, которые покупают у нас недвижимость, и спрашивать о том, как их детям устроиться на учебу в Америке. Или же кто-то хочет, например, в Европе учиться. Что для этого нужно, какие экзамены надо сдавать, какую визу получать, и как подготовиться к образованию за границей, так как все, естественно, системы отличаются. Для этого мы решили на базе нашего образовательного фонда в Варшаве, где я сейчас, организовать программу Pre-IB, то есть программу, которая позволит вашим детям или вам подготовиться к поступлению на программу IB в той или иной стране. Поскольку она универсальна для любой страны, то, соответственно, и подготовка будет подходить для любой страны, куда вы соберетесь поехать. Курировать этот проект будет моя старшая дочь Света, которая сейчас заканчивает обучение в старшей школе по системе IB тут в Варшаве, в одном из лучших лицеев, причем бесплатно, так как выиграла туда конкурс. Поэтому она, естественно, лучше меня владеет информацией по этой программе и вообще по этой системе. Для этого я ее пригласила и буду задавать ей вопросы на эту тему. Света, расскажи, пожалуйста, что такое IB? Ну, программа IB – это такая международная стандартизированная программа обучения, которая позволяет ученикам по всему миру поступить в лучшие колледжи или вузы мира. Такая программа в средней школе. А что это такое вообще? IB? Как оно расшифровано? International Daccalaurate, то есть, ну, соответственно, международное образование, можно сказать, международный диплом. Это, ну, как я уже сказала, это как бы такая стандартизированная программа, которая во всем мире проходит одинаково. Поэтому вузам проще оценивать, соответственно, уровень пройденности экзамена под конец школы, потому что это стандартизированная программа. В каком возрасте дети могут поступить на программу IB? Ну, обычно это возраст 14, 15, 16 лет. То есть, так и хайскуль получается? Да, это и есть хайскуль. Отлично. Скажи, пожалуйста, могут ли дети с любой страны мира поступать в эту программу? Да, это программа доступна для всех стран мира. Что необходимо для того, чтобы вот подать заявку на IB? Ну, нужно, да, подать заявку, высадить какие-то документы в школу, которые проводят именно тестирование IB, программу IB. Такие школы находятся по всему миру в разных странах. И в некоторых школах есть экзамен, нужно сдать экзамен по математике, английскому и иногда родному языку страны. Но не во всех. Скажи, пожалуйста, а мы можем приложить к этому видео пример какого-нибудь теста для того, чтобы те, кто нас смотрят, могли его пройти и понять, на каком уровне подходят они? Конечно, конечно. Можно попробовать тест по английскому, да, есть в интернете, доступный по математике. К этим тестам как раз можно подготовиться, да. Отлично. То есть, соответственно, мы тогда это приложим. А скажи, пожалуйста, какая виза нужна, то есть, например, родители или сам учащийся нашел школу, которая ему понравилась. Какая виза понадобится в этом случае для поступления и дается ли она в том числе россиянам? Да, конечно, это студенческая виза. В Америке это называется F1, но в других странах Европы это просто студенческая виза. Да, ее дают также россиянам. Это одна из самых простых виз, которые можно получить. Я сделаю отдельный сюжет по визам, по визе F1 и студенческой. Если не видели, то посмотрите ролик про визы B1, B2, которые уже выложили. Расскажи, пожалуйста, в чем суть нашего проекта, который мы сейчас запускаем, так называемый Pre-IB? Ну, Pre-IB это будет такая подготовка к, соответственно, к самой системе IB. Ученики, которые к нам придут, будут иметь возможность посмотреть, как работает программа IB изнутри, какие есть, как проходит тестирование, как вообще проходит обучение на английском языке и так далее, так далее. Какие предметы будут здесь изучать в рамках этого проекта? Все предметы будут изучаться вообще на английском языке. У нас будет английский язык и литература на английском, у нас будут естественные науки, социальные науки типа истории, общества, знания и предмет, что-то между логикой и философией, что очень важно на IB, то есть, например, умение находить правильные источники информации, написание эссе, построение каких-то рассказов и так далее, так далее. Кто будет преподавать все эти предметы? Наши преподаватели будут, соответственно, преподавателями, которые сейчас преподают или преподавали в уже IB-программе, они будут знакомы со всеми курсами, спецификой, тестированием, и все будет на английском языке. Скажи, пожалуйста, что получат выпускники нашей при IB, так называемой школы? Выпускники школы получат возможность, соответственно, поступить как раз в разные школы и колледжи с IB-программой. Мы поможем им найти разные школы и колледжи, в которые можно будет поступить, делать выборку лучших школ и колледжей, и также пролоббируем их кандидатуры. Но им при этом все равно придется сдать экзамен по системе IB. Хорошо. А со своей стороны, соответственно, я помогу с оформлением ученических виз, во-первых, отличившимся студентам, ну а также тем, кто просто хочет попробовать, скажем так, себя. Подробное описание курса, его стоимость, а также расписание, можно будет найти в описании по ссылке. Курс, естественно, будет проводиться онлайн, то есть он доступен из любой точки мира, да, и не ограничивает географии. Как я уже говорила, в рамках этого курса вы подготовитесь к поступлению на программу IB. Отличившиеся студенты, у них появится возможность поступить в лучшие лицеи, либо Европы, либо США, а также со своей стороны я помогу с оформлением визы F1 или студенческой в Европе, если она вам требуется. Но об этом будет отдельный сюжет. Подписывайтесь на наш канал, где мы продолжаем обзор инвестиционной недвижимости в США, а также знакомим с новыми инновационными проектами, которые планируем или запускаем.